Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева Черкесия, в студии Руслан Жукаев. Сегодня глава республики Рашид Темрезов провел рабочую встречу с руководителем управления Федеральной налоговой службы по Карачаево-Черкесии Расулом Тикеевым. Они обсудили предварительные итоги работы ведомства в 2023 году и обозначили ряд приоритетных направлений на будущее. Благодаря взаимодействию органов госвласти, субъектов бизнеса и качественному налоговому администрированию с января по октябрь 2023 года объем поступлений налогов и сборов в консолидированный бюджет увеличился на 14,8%. Показатели поступлений в республиканский бюджет выполнены на 108,2% и перевыполнены на 617 млн. рублей. Также говорили о действиях по дальнейшему повышению качества налогового администрирования, прежде всего для реализации бюджетных обязательств по поддержке социально незащищенных категорий граждан, семей с детьми, а также военнослужащих и членов их семей, для которых предусмотрены различные льготы. Также в фокусе внимания по-прежнему остается комплексное развитие республики, строительство социальной и инженерной инфраструктуры, дорог, благоустройство населенных пунктов, затронули на встрече тему дальнейшей цифровизации работы налоговой службы. В рамках Всероссийской ведомственной акции «С любовью к маме» заместитель начальника территориального управления Росгвардии по военно-политической работе полковник Виталий Павелийца поздравил с праздником матерей сотрудников ведомства, погибших при исполнении служебного долга. Он побывал в гостях у Екатерины Сергеенко, Аминат Джамзаровой и Галины Мирошниченко. Офицер пожелал женщинам крепкого здоровья, тепла, мира и благополучия, вручил цветы и подарки. «Низкий поклон и бесконечная признательность за ваших сыновей, которые ценой жизни выполнили свой долг. Память о сержантах Алексея Сергеенко и Мурадине Джамзарове, Ефрейторе Евгении Петренко будет жить вечно», – отметил полковник Виталий Павелийца. Также представитель ведомства обсудил с женщинами проблемные вопросы и заверил их во всесторонней поддержке. В преддверии Дня матери в исполкоме партии «Единая Россия» Карачаева-Черкесии состоялось торжественное мероприятие – встреча с мамой бойца СВО Алима Семенова. Участие в ней приняли руководство регионального исполкома, волонтеры и молодые гвардейцы. Подробнее расскажет Дарья Тендит. Вот уже на протяжении четырех лет активисты волонтерского центра «Единой России» приходят на помощь каждому, кто в ней нуждается. Помогали в период пандемии, а сейчас оказывают помощь участникам спецоперации. Некоторые из них отправились добровольно на СВО, где продолжают доказывать самоотверженность и отзывчивость. Один из них – Алин Мухсеменов. Поделился Руслан Джамбаев. Он также поблагодарил его маму Светлану Михайловну за достойное воспитание сына. «Человек, который смелый, он во всем будет смелый. Поэтому после двух волн, я как знаю, он пришел, призвался в армию. Потом после срочной службы подписал контракт, был в Сирии. И теперь третий контракт, он в зоне СВО достойно выполняет свой долг, является примером для наших молодогвардейцев, наших волонтеров. Это и примером не только для них, а примером для многих жителей нашей республики». Еще с детства Алим рос послушным мальчишкой. Хорошо учился, был активным и приносил домой грамоты и благодарности. И сейчас он радует маму достойными наградами. Его мечтой было стать военным, и сейчас он близок к своей цели. Поэтому без капли сомнений отправился на СВО. Поступить по-другому он не мог, рассказала Светлана Михайловна. Она также поблагодарила партийцев, которые продолжают совершать благородные и добрые поступки. Маме военнослужащего передали благодарственные письма от партии и молодой гвардии и вручили букеты цветов. Сначала было, да, немножко как-то жутковато, страшно. А потом я такое решительное решение приняла, что хотела вообще сама пойти туда. На что мне сын сказал, нет, мам, я же мужчина, я защищаю. Когда он возвращается, вот приезжал в отпуск, вот тогда да, я плакала вот на взрыв. Вот слезы радости. И хочу, чтобы все вот мамочки, которые там вот находятся, чтобы они не плакали. Они вот на расстоянии помогали душу и сердце. В знак благодарности и уважения первый заместитель спикера парламента Карачаева-Черкесии Дагир Смакуев через молодогвардейцев передал фрукты и овощи Светлане Михайловне. Она, в свою очередь, поблагодарила всех за поздравления и подарки. И пожелала военнослужащим скорейшего возвращения домой. Дарья Тендит, Виктория Карпенко, Вести Карачаева-Черкесия. В Малом зале правительства республики состоялось подписание трехстороннего соглашения о минимальной заработной плате в Карачаево-Черкесии. Документ подписан региональными властями в лице председателя правительства Мурата Аргунова, а также руководителями объединения профсоюзов и союза промышленников, предпринимателей и работодателей, соответственно, Раиса Айбазовы и Абубакиром Тамбиевым. Социальное партнерство в Карачаево-Черкесии у нас на должном уровне. Мы всегда с гордостью говорим о том, что в Карачаево-Черкесии наряду с федеральными законами действуют региональные законы о социальном партнерстве и о трехсторонней комиссии. Это очень весомая наша законодательная база. Я хочу подчеркнуть, что не во всех субъектах Российской Федерации действует такая законодательная база в соответствии с федеральными законами. По поручению главы Карачаева-Черкесской республики был разработан и согласован со всеми заинтересованными сторонами проект соглашения о минимальной заработной плате в Карачаево-Черкесской республике. Ежегодно проводится индексация минимального размера оплаты труда. В этом году она составила 18,5%. Таким образом, в 2024 году минимальный размер оплаты труда составит 19 242 рубля. Рабочая группа во главе с сенатором Крымом Казаноковым посетила светлую обновленную школу Аула Кубина после капитального ремонта, чтобы лично проверить качество питания учащихся и оценить, насколько дети довольны рационом. Из чего состоял обед и всем ли понравилось, расскажет Альбина Курочинова-Кенжева. Когда ребенок начинает ходить в школу, требования к его питанию меняются. Ведь у школьников довольно большие психологические и умственные нагрузки. Кроме того, многие дети посещают спортивные секции. При этом организм продолжает активно расти. Поэтому к вопросам питания ребенка школьного возраста всегда следует уделять достаточно внимания. Пока шли съемки сюжета, мы заметили, как дети с неподдельным интересом и в предвкушении заглядывают в столовую, предугадывая по ароматам, что же будет на обед. Сегодня в меню наваристый борщ на первое, а на второе – любимое блюдо всех школьников – воздушное пюре с куриной котлетой, плюс салатик, компот и фрукты. Столовая на самом деле очень хорошо кормят. Тут все вкусно. Особенно я люблю куриные котлеты, а на первое – борщ. Тут вкусно кормят. В рацион школьника необходимо включать в меню белковую пищу, мясные продукты, творог, молоко, яйца, а также жиры и углеводы. Еда должна быть многообразной, насыщенной витаминами и микроэлементами, сбалансированной по составу. Родители сегодня тоже присутствовали в качестве экспертов школьного питания. Руководство школы всегда в тесном взаимодействии с родителями учащихся и часто приглашают в школу на различные мероприятия. И сама попробовала очень вкусные блюда и первое, и второе. Ребенок, как я сегодня уже говорила, приходит домой, даже просит приготовить блюдо, как в школьной столовой. Любимое блюдо моей дочери – это борщ, это куриные котлеты и салатики. А фрукты, она есть все с большим удовольствием. Подытоживая школьный гастрономический экскурс, рабочая группа осталась довольной качеством школьного питания и здоровым румяцем на щеках у ребятишек. Напомню, что такие рабочие группы были созданы во всех субъектах Российской Федерации по поручению президента, которое он дал, для того, чтобы оценивать как ход капитального ремонта и оснащения образовательных организаций, так и организации самого питания. В этом году нам поставили задачу для контроля качества питания не только за вкусовым, не только, вернее, за тем, насколько разнообразное меню, нравится ли оно детям, но и лично попробовать, убедиться в том, что продукты вкусные, приготовленная еда вкусная. Дети с удовольствием уплетали, съели все, что им приносили, отзывы и от детей, и от родительского комитета, только самые лучшие. Депутат говорит, что такие визиты рабочих групп будут по республике очень часто, но без предварительного анонса, чтобы создать эффект неожиданности. Альбина Курочинова, Кенжи Валибастанов, Вести, Карачаева, Черкесия. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево, Черкесии местами осадки, дождь и мокрый снег. В отдельных районах сильные, с грозой и сильным ветром до 25 метров в секунду. Ветер западный 6-11, температура ночью 0-5, в горах до 11 градусов мороза, а днём плюс 1-6 и местами до минус 5. Ночью и утром на дорогах гололедится. В Черкесии ночью небольшой мокрый снег, днём бессущественных осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 0-2, днём 4-6 выше нуля. Ночью и утром на дорогах гололедится. Российские железные дороги запустили туристический поезд из Ростова в Черкесск. Это позволяет создать комфортный способ посещения курортов Карачаева-Черкесии в период наибольшего наплыва туристов. О некоторых логистических новшествах в сюжете корреспондента Артур Амкце. Ещё несколько дней назад единственным производителем шума на железнодорожном вокзале Черкеска была электричка Доневиномыска. Но теперь РЖД вводят туристический поезд из Ростова-на-Дону, тем самым предоставив ценителям отдыха в горах ещё один способ посещения курортов Карачаева-Черкесии. Радушные хозяева встретили первых посетителей хлебом с солью и зажигательными кавказскими танцами. Принципиальная позиция руководства республики и поддержка со стороны РЖД позволила организовать туристические поезда в Черкесск в самый привлекательный для отдыхающих людей период. Комфортные вагоны доставили несколько десятков пассажиров, для которых туроператор заранее продумал график посещения курортов Архыз и Донбай. Но перед тем, как сесть в автобус, они приняли участие в викторине на знания достопримечательности республики, традиции, культуры, истории народов Карачаева-Черкесии. А кое-кто решил продемонстрировать и практические навыки танцевального искусства. Это первый туристический поезд. Следующий туристический поезд – это 9 декабря прибытие в это же время. Ну и, соответственно, на новогодние праздники с 30 декабря по 8 января – это «Ласточка», «Лыжная стрела», которая будет на регулярной основе курсировать Ростов-Черкесск. Гостеприимная Карачаева-Черкесия празднично встретила первых пассажиров туристического поезда. Нет сомнений, что и следующие гости республики по достоинству оценят как сервис РЖД, так и предоставляемые на курортах услуги. Артур Махцемур, Артур Джанкёзов, Вести, Карачаева-Черкесия. В региональном отделении партии «Единая Россия» отметили 18-летие молодой гвардии. К этому так называемому совершеннолетию молодежного движения было приурочено торжественное мероприятие с участием активистов, воспитанников образовательных коллективов Карачаева-Черкесии. Многие из ребят постоянно задействованы в волонтерских акциях. Во время пандемии они помогали экстренным службам и сотрудникам органов соцзащиты населения. Сначала специальные военные операции привлекаются к сбору и отправке грузов помощи и поддержке. Около 50 активистов были отмечены грамотами и благодарностями от депутатского регионального корпуса и республиканского отделения «Единой России». Начинала я свою деятельность с обычного волонтера. В процессе нашей работы мы занимались культурно-массовыми мероприятиями, развлекательными мероприятиями для деток, для нашего старшего поколения. Проводили много квестов, много мероприятий. За эти три года мы с ребятами очень подружились. Многие ребята оказались отзывчивыми. Они готовы помогать. Никогда не отказывают. Очень добрые, доброжелательные ребята. В открытом доступе заработало новое приложение ГИС ЖКХ Госуслуги и Точка Дом. Теперь предоставлять данные по всем приборам учета и оплачивать счета по ЖКХ, направлять заявки в управляющую организацию, контролировать их исполнение и оперативно получать обратную связь, получать информацию по капремонту, проводить собрание собственников онлайн, контролировать ежегодную отчетность управляющей организации, узнавать новости о плановых работах и аварийных ситуациях в доме в режиме реального времени можно через смартфон. Если ответ управляющей организации собственника не удовлетворить, то в приложении можно направить обращение в органы Государственного жилищного надзора. Для каждой темы заявки предусмотрен индивидуальный срок ответа, согласно требованиям законодательства, от 1 до 30 дней. В ближайшее время вот это новое приложение должно завоевать в сердца жителей нашей республики, потому что приложение очень удобное, все жители буквально несколькими кликами могут его скачать и очень просто передавать все свои показания, оплачивать счета и все, что связано с их домом, следить, отслеживать управляющую компанию, ну и так далее. Это все и все на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Екатерина. Фавориты». Всего доброго и до встречи в эфире.